Добрый день! My Way, Америка! Так получилось, что я уже дошел до техношока, по сути приближаясь к избавлению от этой сети. Про Америку я не рассказал, а она на самом деле в моей жизни, то есть они, Соединенные Штаты, сыграли огромную, если не сказать, основную роль. Потому что Америка была, есть и остается для меня страной-кормилицей, страной-поставщиком идей. Какой бы бизнес я ни делал, я всегда питался информацией, питался каким-то вдохновением именно от американского бизнеса. Потому что, как ни крути, американский бизнес – это наука. Есть физика, математика и есть бизнес в американском понимании. Итак, попал я в Америку впервые в январе 1993 года. Было это очень странно. У меня был институтский товарищ в Ленинградском городе, Саша Санкин. Он поженился на американке, познакомился с ней случайно. У нас на Васильевском, как бы ДК Киров был, он пошел туда на вечеринку, тех, кому за 40. И там была эта американка, он с ней познакомился, поженился на ней и уехал в Калифорнию. И он мне сделал приглашение. Вот я к нему поехал. Январь 1993 года. Приехал, не зная ни одного слова вообще по-английски. Мне было уже 26 лет. Я попал в новую для меня страну, которая меня, конечно, с самого начала поразила, убила. Я, конечно, пошел, до сих пор купил Levi's 501 джинсы. И все там закрутилось, началось. На самом деле, очень было интересно. Попал я в город Санта-Роза, называется. Это в 50 километрах от города Сан-Франциско. Очень интересный городишко провинциальный. Я начал заниматься английским языком. где происходили другие знаменитые события, где я открыл свою, по сути, первую компанию. Это назывался, да, California Siberia Enterprise. Я открыл такое, в нашем понимании, это ЧПТ. И, ну, не ЧПТ, Господи, ЧПТ. ИЧП, индивидуальное частное предприятие. ИЧП. Вот, значит, Прожила там несколько месяцев. Три месяца или четыре не выезжая. Потом ко мне приехала моя девушка, жена. Кстати, мы там именно в начале нашего первого ребенка Дашу. Как раз она родилась в декабре 1993 года. Так что у меня даже первый ребенок связан с США. Потом мы что-то стали мотаться туда-сюда. Ездили в Петербург. На самом деле, я даже в свое время уезжал туда полностью как бы жить, эмигрировать. Это было в 98-м году. И прожил я, не выезжая два года, полтора года из США. Почти около двух лет. Вообще не выезжая. А в общей сложности с января 1993 по июнь 2006 года я прожил в США 6 лет. 6 лет я провел в Америке. Конечно, это противоречивые годы. Вообще, Америка такая же, как и Россия, противоречивая страна. Это великая, это огромная страна. Опять же, такая же, как Россия. Почему мы два самых близких народа, американцы и русские? Как понятно, что две одинаковые штуки друг от друга, они отталкиваются. Два положительных полюса. Так мы друг друга, поэтому не любим и ненавидим. Потому что мы на самом-то деле, мы братья и сестры. То есть американцы и русские, это одни и те же люди. Я понимаю всю противоречивость сказанного, но именно так оно и есть. Мы очень похожи. Для меня Америка, конечно же, не стала второй родиной. Но с точки зрения бизнеса и с точки зрения понимания предпринимательства, с точки зрения свободы мысли, свободы любви, вообще свободы, это, наверное, вторая страна, которая наказала на меня наибольшее влияние после России. У меня к Америке очень странные отношения, противоречивые, опять же, отношения. Я не люблю американцев, я не люблю Америку, но в то же время я люблю Америку, я люблю американцев. Я не люблю Россию, я не люблю русских, но в то же время я люблю Россию, я люблю русских. То есть это две страны, которые противоречивым образом переплились внутри меня. Ну, конечно, с подавляющим большинством русского, а не российского Я, конечно же, россиян никогда не возьму американский флаг в руки Я всегда возьму в руки русский флаг Но, тем не менее, я считаю, что Америка мне очень много дала И для всех вас, молодежи Если вы хотите стать настоящими предпринимателями И думаете, что бизнес это будет ваше основное занятие И основную часть вашей жизни составит бизнес Я вам очень рекомендую ехать в Америку, поработать Поучиться в университете, посмотреть, как там все происходит Потому что это страна, которая, по сути, возделана предпринимателями Это страна, где предпринимательство возведено в абсолютный культ И страна, где многому можно поучиться и научиться Если бы наш русский бизнес хотя бы был на 20% так эффективен И так умен, как это американский бизнес Учитывая наши природные ресурсы, наши территории И талант нашего населения Потому что, в общем и целом, наши люди русские умнее намного и талантливее американцев Мы были бы, не они, а мы были бы номер один страной в мире Я не хочу сейчас пересказывать все свои приключения в Америке Я жил в Сан-Франциско в городе в основном Потом переехал из Санта-Роза Я сейчас рассказываю больше про, так сказать Вообще про Америку, про страну, про ее влияние Что это необходимо там побывать, если ты хочешь почувствовать себя Настоящим свободным предпринимателем Но Там у меня всякие приключения были Я думаю, что Когда я напишу книгу когда-нибудь, я в ней опишу все подробно А на сухом остатке Прожил в Сан-Франциско 6 лет Причем мне посчастливилось жить там в буме В буме, так называемого хай-тека Вот этот знаменитый Хай-тек бабл Когда там Google начинался, Yahoo И так далее, и так далее То есть в эти самые времена это все вокруг меня происходило Это было очень круто Я все это видел своими глазами Так что вот My Way, Америка А то я Прошел уже Я говорю В своем рассказе My Way я уже дошел до 1997 года Забыл рассказать про Штаты А в том времени я уже там прожил Хороших Три года, наверное Два-три года В общей сложности Так что вот так вот Эта часть посвящалась Америке My Way, Америка два-три года К томумо Штаты